Я волшебник Лутонюшка Русская сказка Жил-был старик со старухой. Был у них сынок, Лутоня. Вот однажды старик с Лутонией занялись чем-то на дворе, а старуха была в избе. Стала она снимать с гряд полено, уронила его на загнетку. И тут превеликим голосом закричала и завопила. Вот старик услыхал крик, прибежал поспешно в избу и спрашивает старуху, о чем она кричит. Старуха сквозь слез стала говорить ему, да вот если бы мы женили своего Лутонюшку, да если бы у него был сыночек, да если бы он тут сидел на загнетке, я б его ведь ушибла поленом-то. Ну и старик начал вместе с ней кричать, а ты, говоря, и то ведь старуха, ты ушибла бы его. Кричат они, что не есть мочи. Вот выбежит со двора Лутоня и спрашивает, о чем вы кричите? Они сказали о чем. Если бы мы тебя женили, да был бы у тебя сынок, и если бы он давеча сидел вот здесь, старуха убила бы его поленом. Она упала прямо сюда, да таково резко. Ну, сказал Лутоня, и спалать вам. Потом взял свою шапку в охапку и говорит, прощайте, если я найду кого глупее вас, то приду к вам опять, а не найду и не ждите меня. И ушел. Шел-шел и видит, мужики на избу тащат корову. «Зачем вы тащите корову?» спросил Лутоня. Они сказали ему. «Да вот видишь, сколько выросло там травы-то!» «Ах, дураки набитые!» сказал Лутоня. Взял, залез на избу, сорвал траву и бросил корове. Мужики ужасно тому удивились и стали просить Лутоню, чтобы он у них пожил, да поучил их. «Нет», сказал Лутоня. «У меня таких дураков еще много по белу свету!» И пошел дальше. Вот в одном селе увидал он толпу мужиков и избы. Привязали они в воротах хомут и палками вгоняют в этот хомут лошадь. Умаяли ее до полусмерти. «Что вы делаете?» спросил Лутоня. «Да вот, батюшка, хотим запрячь лошадку!» «Ах вы дураки набитые!» «Пустите-ка, я вам сделаю!» взял и надел хомут на лошадь. И эти мужики сдива дались ему. Стали останавливать его и усердно просить, чтобы остался он у них хоть на недельку. Нет, Лутоня пошел дальше. Шел-шел, устал и зашел на постоялый двор. Тут увидал он. Хозяйка-старушка сварила саламату, поставила на стол своим ребятам, а сама, то и дело ходит с ложкою в погреб за сметаной. «Зачем ты, старушка, понапрасну топчешь лапти?» сказал Луконя. «Как зачем?» возразила старуха охриплым голосом. «Ты видишь, батюшка, саламата-то на столе, а сметана-то в погребе». «Да ты бы, старушка, взяла и принесла сюда сметану-то. У тебя дело пошло бы по маслечку. И то, родимый!» Принесла в избу сметану, посадила с собой Лутоню. Лутоня наелся до нельзя, залез на палатки и уснул. Когда он проснется, то и сказка моя далее начнется, а теперь пока вся. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok